Сергей Асланян, ты не пропустил сегодня важные новости на первом канале? Привет. Это было, конечно, очень любопытно услышать, тем более, что так или иначе у нас каждый день рассказывают о том, как Европу вот-вот увидят наконец Путина за столом переговоров, потому что Путину, конечно же, нужно заканчивать войну. И Путин, конечно же, заинтересован в том, что вот наконец-то теперь уже наступил мир. И понятно, что это абсолютно не так. Европа не понимает Путина, Европа не понимает, что Путин будет воевать очень долго. А Украина в этот момент действует очень болезненно, потому что до этого элементом престижа, тоже попранным, был тот самый Крымский мост, который прилетел несколько раз, что-то такое взорвалось и обезвредило его. Потом по значимости был Кремль, когда все-таки туда тоже прилетело и тоже взорвалось. И как-то по этому поводу выяснилось, что Путину нечего ответить. Вот он абсолютно оплеванный стоит, потому что вот это твой Кремль. А вот посмотрите, вот она атака дрона и вот этот самый флаг, который почему-то, смотрите, что с ним происходит. И вот теперь уже точно совершенно в драконе логово тоже прилетает. И понятно, что, конечно, никакой съемки не будет, потому что эта зона, она вся полностью абсолютно не для того, чтобы там был хоть один посторонний. Но мы видим, что целеполагание абсолютно верное. И вот пока Европа уговаривает себя тем, что, ну, во-первых, Путин страшный. Во-вторых, понятно же, что, конечно, он точно сейчас сядет за стол переговоров, а это не так. Украина очень методично решает оперативно-тактические задачи. Она и в Орске разбомбила РЛС совершенно блистательно, просто вот так наотмашь. И по путинским болевым точкам прошлась тоже со знанием дела. Ну, и мы видим, что это, в принципе, из легальных целей. Когда через какое-то время точно так же Украина попадет в какой-то сарай, все сделают вид, что, ну, да, ну, это на опушке где-то колхоз и там сарай. А на самом деле нет, это будет тот самый вход в бункер, потому что мы-то про него не знаем, а украинская разведка, конечно, знает. Давай-давай смотреть. Три года назад Алексей Навальный, царство ему небесное, мученик, сделал это выдающееся видео. Смотрим. Стройка в мире. Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь – Путин. Ты знаешь, Сереж, это сейчас так вот смотрится. Три с половиной года прошло. И история вот идет, перемалывает людей. И вот я сегодня смотрел эти два огромных видео. И просто, ты знаешь, вот этот ход истории, он поражает. Я не знаю, насколько, так сказать, есть у тебя время просто задумываться. Или ты тоже, как я, весь в новостях, новостях, новостях и знаешь. Нет, я-то как раз не в новостях. Я не смотрю сенсационных фильмов и не читаю сенсационных романов. Поэтому, когда все бегут табудом в одну сторону, тычут пальцем и говорят, смотрите, нам показывают, нужно это обсудить, то, конечно, меня в этой толпе нет. И я как раз и вижу здесь совершенно точное целеполагание Украины, которое знает, вот это будет болезненно. С точки зрения войскового объекта, когда это может повлиять на исход войны. Да нет, конечно. То, что ты разбомбил что-то очень ценное и очень важное конкретно для твоего врага, какую-то любимую его безделушку, не говорит о том, что он будет духом своим сломлен и точно совершенно пойдет на попятный. Но вот это так мерзко, когда Путин позволяет себе уничтожать города Украины, просто потому, что ему хочется воевать таким образом. Он же не собирается воевать впрямую только с армией. Ему очень важно еще, чтобы были концлагеря, чтобы была Буча, чтобы это был в том числе Харьковский гипермаркет, потому что по гражданским объектам. В ответ ему что? В ответ ему Зеленский чисто политически абсолютно правильно и очень точно приезжает в Харьков и на фоне этих руин общается с миром, говоря о том, как именно нужно менять теперь правила игры в отношении России. Но при этом вооруженные силы Украины очень точно, очень конкретно стреляют туда, где максимально болезненно для Путина. И это как раз, вот есть такая чисто чекистская методика, она была многократно описана в литературе, но у Льва Разгона, у него есть такая глава, Кораблев. Это оперативник, который был как раз НКВДшником, он тоже выбирал себе жертв, каждый день он ходил на оперативное задание, ему нужно было кого-нибудь посадить. У него есть был определенный алгоритм, как именно он назначал человека во враге народа. Потом он шел на обыск, и на обыске он говорил, что я обращал внимание не на ценность вещей, а на отношение людей к этим вещам. И если, например, ребенок, видно было, что у него глаза уже в слезах, потому что другой оперативник НКВД потянулся к его любимому плюшевому мишке, тогда мы конфисковывали этого мишку, потому что он у нас назначался вещдоком, именно из-за того, что это был очень больный ребенок. Это такой принцип НКВД. Вот как можно пронять чекиста? Вот такого совершенно беспринципного, которому абсолютно плевать. Вот точно так же. Вот именно эта методика, она как раз и работает сейчас, и украинцы абсолютно точно и очень грамотно ее используют, потому что неважно Путину абсолютно, что происходит на фронте. Ему, в принципе, неинтересно, это просто какая-то сводка у него на столе. А вот когда ему рассказывают, Владимир Владимирович, все, нет никакой аквадискотеки. А вот помните там шест вы для Валентины Матвиенко сделали, чтобы она скакала и плясала? Все, погнулся, шест, даже не нужно было прикладывать к тему телесаму Твиенко, чтобы он не выдержал. Он от точно совершенно попадания ракеты, все, больше не работает. И ваша комната с машинками тоже, вы знаете, сгорела. Вот именно это, и, как ни странно, не только воздействует на человека, это очень сильно ломает, потому что для Путина очень важно оставаться самым богатым, оставаться самым неприкасаемым, и быть человеком, который может устроить свару, и быть при этом абсолютно без возмездия за то, что он устроил. То есть Путина нигде нет, никто не знает, где конкретно, в каком бункере он сидит, никто не может подойти и просто дать ему в пятак, как это было у нас с тобой в юности во дворе, когда мы точно знали, кто главный хулиган во дворе. И вот теперь Украина именно это делает. С точки зрения войны не имело смысла бомбить какой-то дворец в Геленджике. С точки зрения конкретно именно по Путину, это очень точная и безукоризненная цель. И она сработала так, что мы еще даже не знаем, насколько в принципе это подорвало здоровье дорогого Леонида Ильича, в скобочках, Владимира Владимировича, который, понятно, что вечен, но именно вот это производит на него самое сильное впечатление. Вот это именно оно и есть, когда в подворотне гопнику дают сдачу, и он, плюясь зубами, вдруг отползает в сторону, понимая, что ну да, что-то как-то сегодня сценарий дал сбой. Это еще, что называется, не решение проблемы, но это очень правильный, очень конкретный и для Путина очень значимый жест. Вот это попадание, оно имеет гораздо более серьезные и весомые последствия, чем с точки зрения военной цели, которая поражена. Знаешь, я добавлю, что високосный год еще, так сказать, в разгаре, даже половины не прошло. В этот високосный год происходит столько неожиданных событий, и кто-то может Путину дать в пятак. Этот кто-то явно в его охране. И вот то, как погиб президент Ирана, когда бортинженер, дальний родственник, видно с другой фамилией, того парня, который в 19-м году погиб, сейчас отправил на тот свет ценой своей жизни этого президента, и эту тему, так знаешь, заметают под ковер. Я подозреваю, что что-то подобное может произойти и с Путиным в этом году. Но ладно, ладно, ничего гадать. Давай сейчас посмотрим видео. Дело в том, что разбомбили же аэропорт в Запорожье. Меня поразило, как он классно выглядел. Слушай, он стильный, он современный. В отличие от вот этого вот гребаного путинского дворца, вот этого псевдоклассика, тут-то был, прям понимаешь, так сказать, вполне себе достойный, так сказать, современный объект, такой вот весь устремленный в будущее, да. И, понимаешь, Путин со своими этими вот золотыми унитазами, всей этой псевдоклассикой, такой, знаешь, безвкусица. Вот, понимаешь, вот это меня, честно сказать, поразило. Но, так сказать, надо нам, конечно, обязательно поговорить вот про этот дворец поподробнее. Я там, ты знаешь, меня там угораздило быть чуть ли не за год до этого, или за полтора. Я даже не знал, что это был дворец. И еще тогда не вышло расследование путинское. И вот нам сейчас покажут фотографию, не фотографию, а карту. Это село Криница. И, ну, это вот скриншоты из знаменитого навальновского расследования. А вот в селе Криница находится винодельня. И, так сказать, там построили такой винодельня, называется Старый Прованс, чтобы перерабатывать виноград, который там выращивают для Путина. И я тогда, когда был вот в этих окрестностях, мне говорили, слушай, вот туда даже не суйся, лучше не надо, говорили мне местные. А вот рядом, так сказать, находится дворец патриарха Кирилла и его виноградники. Он говорит, вот это снимай, проблем нет. И я даже, ты знаешь, в одном ролике показал прям съемки скоптера виноградников патриарха Кирилла и дворца патриарха Кирилла, точно в таком же стиле, только поменьше дворечек. И, ну, в общем, так сказать, очень жаль, что у меня как-то не повернулась камера в другую сторону, чтобы, так сказать, увидеть еще то, что буквально через полгода, по-моему, прогремела на всю страну в виде вот этого фильма. И вот, Сереж, прошло, значит, три года, и сейчас ФБК уже без Навального добывает эксклюзивнейшее видео, и Мария Пепчик нам его показывает. То есть съемки изнутри, из самого вот этого вот дворца, как он выглядит сейчас. Ну, давай смотреть. Пудренные стены, которые нам показывали по телевизору, теперь блистают новеньким ремонтом. Мраморные полы начищены, мебель расставлена, изысканный декор и отделка готова. Только вот это как было дворцом Путина, так и осталось. И сегодня мы это не только докажем, но и пригласим вас на уникальную экскурсию. Экскурсию, на которой раньше не был никто. Ну, может быть, кроме самого Путина. В нашем распоряжении есть почти 4 часа видео изнутри каждой комнаты дворца Путина. Изнутри самого секретного и самого охраняемого объекта страны. Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он на самом деле является. Обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны не может остановиться и продолжает строить себе дворец. Слушай, а вот последний кадр я видел самолета. Можешь себе представить? Уже после выхода этого фильма три года назад прям пол самолета, мне так шептан, говорит, вон, вон он, вон он, вон он, вон он, его действительно видно, беленький. То есть там так расположен под лед все, так сказать, самолетики, которые летят. Я даже не знаю, там, наверное, надо где-то слушать. Надо сделать в интернете такое пошаговое, куда смотреть, на какой минуте, за сколько перед приземлением, где справа или слева из иллюминатора вы увидите вот этот маленький беленький на крутейшем склоне. У меня был опыт, когда я летел над одной достопримечательностью, и летчик сказал, для того, чтобы вы все смогли сфотографировать, я сделал сначала правый вираж, потом левый вираж, поэтому те, кто сидят справа, сфотографируют, те, кто сидят слева, сфотографируют. Это было чрезвычайно вешливо, правда, это было в Аргентине, и там был не секретный объект, это был знаменитый водопад Иугуасу. Ну, да, вполне возможно, что будет отдельный тур, пока только такой, совершенно абстрактный, на дистанции очень большого удаления, когда посмотрите направо, и там вы видите немножечко что-то связанное с Путиным, а потом вот, да, вот как по местам фашизма, когда идут, в том числе, туристические тропы от одного памятника и жуткого места к другому памятнику и жуткому месту с торжественными надписями о том, сколько здесь людей погибло, а вот здесь гуляйтер был подорван, а вот здесь немцы были убиты и так далее, там танк пантеры подбили. Такой тур тоже будет, да, ну, конечно, нечую секунду, потому что сейчас пока мы видим, что все-таки события интересные, но не основополагающие. Ну, да, очень интересные, а главное, понимаешь, этот удар, ну, вселяет в людей уверенность в завтрашнем дне, вот в чем дело. Это вот, ну, согласись, пиар очень важная вещь. Я губернатора Кондратьева Краснодарского края, губернатор там, ну, просто совершенно удивительный персонаж, его, видно, ковальчуки поставили, и вот он сегодня сообщает, что нанесен удар дронами по недостроенному зданию в селе Клиница, это, как я сказал, там, значит, старый Прованс винодельня, да, где перерабатывают вино. И еще один дрон прилетел в хутор Джанкот, а это уже прямо рядом с дворцом, то есть вот этот мыс и докапас, и это прямо вот, то есть хутор Джанкот вообще нельзя говорить. То есть, честно сказать, губернатор Кондратьев, на мой взгляд, в общем, облажался. Ему надо набрать в рот воды, нет такой темы, но пусть лажается, давай смотреть дальше, потому что там, так сказать, прогулка источника Марии Перчиха изнутри этого парка сейчас, вот там маленький эпизодик есть интересный, смотри. Просковеевку. Самый главный эксклюзивный курорт на Черном море. Мы начинаем нашу уникальную прогулку здесь. Это аллея, которая ведет к главному дому. Тут, как вы можете сами увидеть, прямо сейчас проходит конкурс на размещение максимального количества статуй на квадратный метр. Искусства не может быть слишком много, как бы говорит нам Владимир Путин. Полуобнаженные женщины дайте несколько, обнаженные еще лучше. Музы, богини, изящные дамы, кто-то с фруктами, кто-то с детьми. И даже мужчина-флейтист почему-то абсолютно голый. Ты знаешь, Сереж, что этот голый мужчина означает? Я вдруг вспомнил, что Белковский примерно год назад очень активно разгонял такую тему, что у Путина с женщинами не так все однозначно. Он и справа, и слева, намеки были такие прозрачные. И он рассказывал, посмотрите, мальчиков купок целует, то-се. А потом перестал. Он, видимо, думал, что эту тему подхватят все и начнут ее развивать. Я грешным делом стал, так сказать, гуглить и думаю, ну, я же всегда развиваю самые отмороженные темы, может, я тоже. И, значит, читаю я и вижу, что, по-моему, знаменитый адвокат, по-моему, Гольффар рассказывает, что он предупреждал еще Литвиненко. Ты, говорит, не расследуй эту тему, что там у Путина с мальчиками. Вот за это грохнут прям сразу. И Гольффар говорит, вот смотрите, прям не прошло и полугода после того, как Литвиненко на эту тему предупреждал. Как бабах? Что думаешь? Ну, вот так и есть. Литвиненко именно за это его убили. Тема чрезвычайно опасная. Для журналистов, что называется, общего круга страшная тема – это собственность Путина. Нельзя об этом говорить, где у него деньги, сколько у него денег и что ему принадлежит Маркизу Карабасу. И самая запретная тема, однозначно, ведущая к летальному исходу – это его личные гендерные ориентиры. Они точно совершенно ставят точку в биографию журналистов. Совершенно однозначно. И не только журналисты, Литвиненко. Он ровно до тех пор, пока не коснулся этой темы, был жив. И, понимаешь, я вот это все слушал, слушал и думал, елки-палки, ну, у человека, у Путина ж, ну, много детей, реально, да? А вот это от Светланы Кривоногих, дочка, Лиза Розова, по-моему, да, которая засветилась, она прям лицом вылепит Путин. И это уже были, в общем, не какие-то там, что называется, не грехи по молодости, когда, знаешь, в студенчестве, так сказать, не переходя в сознание, каждый может родить ребенка, да? Когда он еще сам не понял, какая у него правильная там гендерная ориентация. Но уже, что называется, в сознательном возрасте, уже в Петербурге, когда, так сказать, Путин крутой, деньги есть, все дела, весь город ему там кланяется, то вот со Светланы Кривоногих, ну, прям, ну, вылепая девочка, уже, так сказать, там не нужен никакой генетический анализ. Ну, вот ты как это все понимаешь? — Знаешь, на самом деле мне абсолютно без разницы. Вот эта тема, она безотносительно того, кого именно является в данном случае предметом обсуждения. Ну, она всегда, мне кажется, наверное, у людей она может быть как характеристика их распутства и недостаточной морали, но это настолько 125-е на фоне всего остального, что они весомо творят и в истории, и в отношениях к человечеству и миру, что особого значения уже не имеет. Но есть же люди там совсем невоспитанные, которые там не едят, например, ложковыми вилками, едят руками. Они при этом генералы и могут быть очень даже ответственными за что-то. Но вот едят ли они при этом руками, совершенно неважно. Хотя, когда, например, начальник ГАИ всей Руси, Кирьянов, Кирьянов — это такое эталонное быдло, это прям какой-то специальный человек, возведенный в ранг генерала, он очень долго был начальником ГАИ Российской Федерации, он из Тихвина сам, то есть из-под Питера, он как раз и тем заменит, что как быдло он переплюнул абсолютно любого колхозника. И генерал Кирьянов — это человек, который ел руками. У него есть такая особенность, и он очень любил свою персональную ресторанную забегаловку, у него такой был отдельный этаж, и там у него маленький ресторанчик, он звал каких-то людей, с которыми в этот момент, например, обеденный перерыв, так получалось, что пересекся по расписанию, говорил там, пойдем пообедаем ко мне. И он сам с большим удовольствием угощал людей, вот он брал курицу, вот руками грязными рвал ее, клал в тарелку своему гостю, говорил, ты кушай, кушай, очень вкусно. И дальше он, соответственно, ну, то есть вот самое мерзкое, что может быть в поведении этого человека. И это было абсолютно неважно от того, что я знал это, видел это, и от того, что меня, собственно, тошнило при виде генерала Кирьяна, совершенно никак не менял моего отношения к нему как к генералу, который руководил ГАИ и превратил ее тоже в быдло-структуру. Это было страшнее, ответственнее и весомее, чем то, какое он в личной жизни. Поэтому то, что у Путина у него те или иные гендерные предпочтения, ну, это еще, наверное, один штрих к его портрету. Не имеет никакого значения, потому что не это определяет его, в том числе, войну. Не это в том числе определяет его геополитику. Не это как-то влияет на его отношение к стране и с тем, что он предлагает самым остальным людям. Хотя, наверное, кому-то это кажется очень важным. Ох, Сережа, какой ты политкорректный, чувствуется в Европе. Ну, окей, окей, понимаешь, мы же все-таки с тобой для людей, для, так сказать, для всех рассказываем. Людям это интересно. Ну, ладно, я бы все-таки посмотрел еще раз на эти голые статуи. Меня они поражают, знаешь, чем? Вот современная там архитектура, статуя, это что-то такое прикольное. Если человек, тот же Путин, вообще, так сказать, бывал там в Европе, он же видел, что сейчас там скульптуры и все остальное, это встал какой-то прикол. Понимаешь, это как бы что-то интересное. А вот эта банальность, так сказать, одетый он там, голый, все эти белые статуи, это то, что от древних греков досталось. Более того, у древних греков же эти статуи были раскрашены. С них потом за 2000 лет краска слезла, и они стали черно-белыми, что называется, понимаешь? И вот такими их ставил весь мир. Ну, чисто даже для прикола раскрасить, как у древних греков. Уже было бы, так сказать, ты немножко бы отличался от... Ну, я понимаю, да, что вот нечего анализировать, что этого короля играет свита, король абсолютно пустой. И в подтверждение того, что Путин является пустым королем, я всегда, знаешь, ссылаюсь на фильм Виталия Маскова, который, стоя с Путиным около окна его кабинета в Кремле, спрашивает, а что у вас за окном-то? А это уже Путин президент то ли год, то ли полтора. А Путин говорит, а я не знаю, мне интересно, я даже ни разу не открывал занавесочку и не выглядывал. Ёлки-палки. Тогда он точно не боялся никакого сектора обстрела Путин, что ему через это окно прилетит, и поэтому не надо к окну подходить. Да оно и бронированное наверняка там четырьмя слоями. Вот. Ему реально ничего неинтересно, что его окружает в этой жизни. Вот, так сказать, до какой степени убожества человек, да? И при этом, ёлки-палки, верши судьбы, рулят, крутят там все Европы, все стоят на ушах, война, судьбы. Меня вот это поражает. Роль личности в истории, но при этом настолько ничтожные личности, что просто фантастика. Так, собственно, если переристать учебника истории, там достойных персонажей, которые оказывались на вершине власти, их по пальцам пересчитать, потому что в основном все эти люди, которые правили миром, они оказывались совершенно случайно. Иногда они были очень ловкими политиками и оказывались, тем не менее, не по заслугам. Иногда они оказывались просто по родству своему, и тогда им этот престол был от рождения. Но даже сегодня, когда демократические инструменты позволяют выбрать лучшего из лучших, мы видим, вот, например, Америка в какой растерянности находится, ей не из кого выбирать следующего президента. Мы видим, что происходит в ряде других стран, когда кандидаты такие, что голосовать не за кого. В России эта ситуация сопровождалась на протяжении десятилетий, когда каждый выбор президента, даже с тем временем, когда понятен был результат, но так или иначе предлагались хоть какие-то, ну там, условно говоря, еще люди, на которых можно было бы хотя бы смотреть без отвращения. И тем не менее, было видно, что невозможно за них голосовать, потому что они никто. И сейчас, когда огромное количество вот этих же демократических институтов воздвигло на вершину власти на планете землян, на куечубые должности того же самого Гутерриша, назначенного генсеком ООН, или того же самого Столтенберга, назначенного генсеком НАТО, а это две самые ответственные, самые нужные сейчас для людей должности на планете Земля. Мы видим, до какого уровня можно низвергнуть статус и титул, будучи вот подобными тряпками. Они, может быть, очень неплохие дипломаты. И, например, когда Столтенберг руководил своей крошечной Норвегией, он был, тем не менее, достаточно любимым премьер-министром. Но не по сеньке шапка. И люди, которые при должностях вершители судеб, абсолютно не то чтобы ничтожество, потому что все-таки характеристика в данном случае к ним не подходит. Но они не на своем месте. Они трусы, они с поджатыми хвостами. У них не то, что харизматичность равна нулю. У них, в принципе, наполнение по сути своей – это общий уровень нормального образованного европейца, за которым не стоит ни постука, ни решимости, ни готовности к каким бы то ни было действиям. И это кто? Это генеральный секретарь ООН. Это руководитель НАТО. И по остальным странам, если глянуть, а кто там Сунок, например, который с Великобритании, он, конечно, за Украину, но какие у него трясущиеся поджатые коленки. А Шольц, который на сегодняшний день каждый раз пытается спрятаться под трибуну, чтобы не отвечать на вопрос, почему он не даст ракеты «Таурус», и каждый раз видно, что он совершенно не выдерживает. У него не просто трясутся коленки, у него мокрое абсолютно все, и это не потому, что он вспотел, а потому, что ему страшно. И это, тем не менее, лучшее, что нашлось в Германии для того, чтобы в ответственный момент истории сменить одного канцлера на другого, и теперь экономика номер один, политика номер один в Европе. Это кто? Это вот эта тряпка Шольц? Но это же результат выборов. Это так или иначе самые достойные. Да куда там? Поэтому рассчитывать на то, что бывает справедливость, где бы то ни было, и в частности на уровне избранников людей, которые правят миром, история говорит о том, что так не бывает. Редко-редко, крайний случай, когда бац, и почему-то де Голь. Раз, и как-то так получилось, что Рузвельт. И ух ты, Уинстон Черчилль. Ну вот просто повезло. Вот просто был у англичан Уинстон Черчилль, и у них хватило силы воли в этот момент назначить его премьером. И та самая знаменитая телеграмма, которая полетела по министерствам, когда это назначение было согласовано, он вернулся. Ну, потому что все ждали, все ждали, и все понимали, что это будет. Пришел человек, выиграл войну, и после этого закончил свою политическую карьеру. Личность. Сколько их было в истории Великобритании? Следующие по рангу, по сути и по весомости кто? Маргарет Тетчин. При министр, при королеве Елизавете. Который? Я думал, там один был самый звонкий-то, господи, как же его фамилия-то. Смотри, давай Столтенберг, значит, сегодня заявил, что он выступает за то, чтобы оружие, которое западное передают Украине, чтобы оно все-таки стреляло по территории России по легитимным целям. И вот эти новости надо рассказывать, но только я их очень хотел рассказывать на фоне вот этого путинского дворца, и поэтому вот сейчас мы без звука посмотрим еще кусочек из свежего фильма «Певчих», где вот аквадискотека, в каком виде сейчас этот, так сказать, дворец находится, вот, значит, так сказать, конечно, ФБК прикольнулись и Путина там вклеили для прикола, так сказать, как он любит принимать ванну 33-мя способами, так сказать, стебанулись над ним «Певчих» с ребятами. Вот, но новости, которые мы при этом должны говорить на фоне этого всего, ну, заключается в том, что Зеленский сегодня в Испании говорит, ребята, нам нужно, чтобы защитить наше небо, патриотов штук 6-7, где-то так, да, при этом, например, только для Харькова нужно два, да, два патриота, чтобы защитить Харьков вот от этого вот голого торса, да, который никак не успокоится и продолжает каждый божий день обстреливать. И, ну, и Чехия, например, сегодня заявила, глава МИДа Чехии заявил, что первые снаряды для Украины по знаменитой чешской инициативе придут уже физически в июне, да, вот. Поэтому это все надо говорить для того, чтобы, так сказать, мы вот не сильно пугались этого Путина, которого, видишь, рисуют с голым торсом такого торжествующего, да, и он кого-то может веселить тем, что, ну, идиотский дворец, а кому-то может пугать тем, что, так сказать, царь рулит и крутит, так сказать, весь мир как хочет, и, в общем, люди гибнут, и никак конца края этого нет. Вот. Поэтому это важная вещь. И, собственно говоря, умные люди сейчас говорят, что Путин находится в таком нервном очень напряжении, и когда он нервный и чем-то испуганный, он действует. И отчасти, может быть, вот сегодня обголосок этого это сообщение, что в Сумской области действуют диверсионно-разведывательные группы России, то есть, так сказать, отвлекающие маневры. Вот за этим-то ты следишь, бесконечные движения на линии фронта, из них, мне кажется, большая часть отвлекающих маневров. Линия фронта не сильно колеблется, но понятно, что там так или иначе в линии боевого соприкосновения есть очень много действий, которые тоже можно в том числе внимательно рассматривать и анализировать. Но диверсионные группы, разведка, дальняя, ближняя, оперативная, тактическая, она с обеих сторон постоянно так или иначе пересекает деморгационную линию. Там есть точки особого напряжения, там есть российские объекты, которые назначены в качестве цели для того, чтобы потом лечь в основу доклада о том, как именно было что-то взято. И Россия в этом отношении, она действует все-таки по принципу Первой мировой войны. Победа — это когда ты занял какой-то хутор. Вот когда ты сапогом вступил на некую землю, тогда это означает, что ты победил, потому что она теперь уже за тобой. Современная война выглядит немножко не так, что Украина, собственно, и показывает. Но да, на фронте все это есть. Но просто Украина, например, не так много и не так громко заявляет о своих диверсионных рейдах по ТЛА, о том, как работает их разведка. Но результативность мы видим, потому что когда сегодня с утра разбомбили РЛС на дистанции 1800 километров от границы, это настолько точное, настолько правильное, настолько сильное действие, что тоже нельзя его пройти без внимания, потому что это очень весомо. Оборона России очень сильно пострадала после того, как в Орске погибла эта РЛС. А на фоне того, что происходит непосредственно в Украине, мы видим, насколько грамотно Зеленский, как ему тяжело это, как на самом деле страшна его роль, и тем не менее он четко совершенно исполняет ее, когда на фоне разрушенного здания в Харькове он обращается ко всему миру. И каким грамотным языком, какими точными терминами он объясняет миру, как именно нужно теперь себя вести и что от него требуется. И на этом фоне, конечно, совершенно бессовестный разговор о том, что, а можно ли дать право Украине против гопника ножиком, если что, отмахиваться, потому что мы ножик дали ему колбаску порезать. И с чего это вдруг Украина нашим колбасным ножом собирается взять, например, отогнать хулигана? Или срезать у него пуговицы со штанов, они у него упадут? Нельзя. Давайте мы все-таки за Украину решим, как ей правильнее пользоваться нашим ножиком, потому что, знаете, ножик-то мы, конечно, отдали, но это наш ножик, поэтому нам очень нужно, чтобы он резал колбаску. И это абсолютно, ну, если высокопарно, то это безумие, а если посмотреть и назвать вещи своими именами, то это обычная подлость. И вдруг к этой подлости добавляется весомая, взвешенная, стратегическая позиция Столтенберга, который самым последним уже, вот уже прямо окончательно уже, вот последний памперс он доносил, и когда у него памперс уже переполнился, и уже все все сказали, тут появляется Столтенберг, очень аккуратно, очень аккуратно, как из фильма «Маугли», так из-за угла высовывается, говорит, точно никого нет, да? Точно ничего? Ну, тогда я вам шепотом скажу. Вы знаете, я думаю, что, наверное, Украина имеет право, как бы это сказать-то, чтобы никого не обидеть, защищаться. Вы знаете, вот у меня как... Ты кто, Столтенберг? Ты забыл, что ты не руководишь своей маленькой страной, которая, по большому счету, никому не интересна, что в твоих руках важнейший инструмент планеты Земля на сегодняшний день – НАТО. Ты забыл ранг свой и уровень? Ты понимаешь, что ты в данном случае отвечаешь за всю Европу, а по большому счету за весь мир? Ты и вот это вот еще вот этот шут гороховый, который там гутерришь. Нет? И вот заявление Столтенберга, генсека НАТО, который говорит, я думаю, что, наверное, может Украина, так уж и быть, защищаться через два с половиной года войны. Но Столтенберг, если бы он был военным, вот именно в этот момент ему было бы достаточно застрелиться. Ну, просто чтобы не быть до конца позорным, не быть вот той самой голой статуей, мимо которой ходит Путин у себя в парке. А в данном случае этот Столтенберг, тот самый знаменитый таксист в Осло, который, когда ему нужно было узнать общественное мнение, садился за руль машины и подвозил людей, заодно спрашивал, а как вам наш премьер, поскольку его в лицо никто не знал в Норвегии, они, соответственно, ему рассказывают, что наш премьер там хороший или плохой, тем самым он собирал некое общественное мнение, так или иначе, имея какой-то социальный срез. В этом отношении он был хорош. Как водитель такси он получал обычно от 4 до 5 баллов, и в том числе иногда даже чаевые его платили. Его идеальное место не руководить страной, и тем более не НАТО. Потому что ничего более позорного, чем на втором, на третьем году войны заявление о том, что вы знаете, я думаю, что наверное можно, ничего более позорного даже невозможно придумать. Если бы это сказал какой-нибудь просто премьер-министр Норвегии, это было бы простительно. Норвегия, она играет в снежки, она понятия не имеет, что такое Украина. А когда говорит человек, от мнения которого, к сожалению, зависит в том числе исход войны, и он такое себе позволяет сказать, это говорит о том, что, увы, великие авторитеты порой скрывают за собой великую серость. Знаешь, я хотел всем сейчас нашим зрителям посоветовать посмотреть очень прикольный сериал, Лили Хаммер называется, как раз про маленький норвежский городок. В двух словах туда приезжает мафиози итальянский из Нью-Йорка и понеслась. Это очень такой неполиткорректный, с большим издевательством над самим характером норвежцев, поэтому все зрители, которые вот сейчас после твоей речи прониклись, так сказать, такой ненавистью к истинному норвежцу Столтенбергу, посмотрите, ребят, Лили Хаммер просто поржать. Но я все-таки добавлю, что Норвегия, хоть и маленькая страна, но под управлением у нее находится триллион долларов. И этот триллион – это их национальный фонд, который они в основном заработали на нефти и газе и надо дать им должное не проели, а вот вложили. А куда же они их вложили? Там большая часть вложена в американские долги. И поэтому я опять все время всем скажу, ребятки, когда жахнет, когда вот этот вот американский долг и фондовый рынок все это жахнет, то по кому это, например, ударит? Вот по норвежцам. Поэтому если кто-то, так сказать, ждет, что Норвегия за всю свою политкорректность и вот эту вот, когда же, так сказать, как это у Толкова сказано, мне отмещение и ас воздан? Вот когда же ас? Ас – это Господь Бог. Когда же он воздаст Норвегии? Репиата прям очень скоро. Прям по триллиончику долларов жахнут. Но давай продолжим, продолжим, так сказать, новости, потому что все-таки удар по путинской даче – это реальная новость. И ты знаешь, что я сделал? Я сегодня взял видео, а, еще есть одно очень важное видео, вот, тебе там понравится. Я понимаю, что тебя тошнит от Путина и всех его дворцов, Серега. Но это его гребаный внутренний мир. Вот давай посмотрим, у него там картины висят, батальные сцены, как, значит, Россия всегда всех мочила. Вот смотри. Теперь бездушные итальянские мотивы поменяли на то, что действительно по нраву Владимиру Путину. Эта картина называется «Бой за Багратионовой флешей». На ней изображено одно из главных событий Бородинского сражения. Справа от нее висит другая. Это сражение между русскими и персидскими войсками под Елисаветполем 1826 года. На другой стене еще две картины. Первая изображает сражение при Сарыкамыше, а вторая посвящена разгрому Хазарии Святославом. На третьей стене еще три картины. Слева ледовое побоище, а почему-то снова разгром Хазарии, но картина отзеркалена. Видимо, решили, что дедушка старенький и не заметит подвоха. Чуть-чуть не докрутили про то, что дедушка нихрена не заметит. Высоко висят картины. Их же невозможно разглядывать. Там пятиметровые потолки, когда тебе там что-то прилетлено, да? То вот это вот, понимаешь, то есть это для меня, для галочки все это делается. Если бы реально Путину понравится с его батальной сцены, они бы нарисовали вот так вот, знаешь, 5 на 6 метров и захреначили бы на уровне, чтобы он ходил, вышел из душа или из аквадискотеки. Вышел так, раз, ох ты, как там наши русские Хазар-то мочат, а тысячу лет назад. А вот как, значит, персов в 1826 году. Понимаешь, да? То есть это такая бюрократия, даже у Путина в него это дворцовое почивание. Слушай, когда у тебя нет вкуса, как ты должен изобразить из себя интеллигентного человека? На каждом углу повесить свой диплом для того, чтобы каждая входящая или вползающая к тебе тварь понимала, что ты Ленинградский университет закончил? Конечно, полотна маслом. У тебя вот непосредственно в твоей прежней жизни в Москве сколько было масляных полотен на стенах твоей квартиры? Ну, хоть раз. Ну, хоть где-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Но почему-то в голову не приходит, видите ли, делать себе целую галерею картинную. А у этих людей, у них же, это же проблема, которая называется мещанин во дворянстве. А как еще? Они же не знают как. Ну, как изобразить интеллигентность? Это разговор, в какой руке у джентльмена должна быть вилка, если в правой руке у него котлета. И они, в принципе, не знают ответа на этот вопрос. Поэтому у них вот некое такое представление усредненное о богатстве, о престиже, о доблести, о роскоши, которое должно быть вот подобным образом предъявлено. Ведь в голову же тоже, на самом деле, скольким приходило бы руководителям разных стран строительство каких-то храмов в военной зоне, на территории военных парков, военных лагерей, на территории воинских частей, где у тебя из предыдущей войны артефакты перелиты в ступеньки, а внутри у тебя мозаика с тоже батальностью, при этом у тебя на самом деле все это конфессиональное. Ты должен вроде как здесь богу молиться, но при этом не языческому богу войны, уж точно не Марсу. Кому в голову это придет? Но вот им как-то надо показать, что они что-то понимают, что-то знают. Ведь у них учебник истории, Шмединский, который сам эту историю в школе-то пропустил. Поэтому они постоянно ошибаются. Поэтому они выглядят как посмешище во всем. Но при этом посмешище очень дорогое. Ведь все при том, как люди очень примитивные, люди, достигшие многого в жизни. Они в историю-то вошли не конкретными своими поступками, ну, за исключением, наверное, Путина, который военный преступник. Но тот же самый Якунин. Он-то вошел в историю не плащаницу, он вошел в историю с шубохранилищем. Но потому что, опять-таки, ну, когда ты убогий, ну, когда ты совсем примитивный, вот тогда у тебя шубохранилище. Вот сейчас, когда Шойгу, наконец, выпотрошит, прибьют его к стенду, сделают из него на доске позора какое-то очередное такое акрикатуренное явление, выяснится, что у него то же самое там будет. 25 пуховых одеял и какая-нибудь там рабочая одежда на горностаях. Потому что ни вкуса, ни культуры. Ты первое поколение в своем роду, разбогатевшее, наевшееся, дорвавшееся. Поэтому что? Это вот как разговор во Францию еще много лет тому назад, когда мальчик стоит, смотрит на здоровенный джип на улице и говорит, папа, смотри, какая большая машина. И французский папа, бледнолицому французскому ребенку, говорит, ну, сынок, это потому что месье еще не научился управлять деньгами. Это был как раз поступок того самого мещанина во дворянстве, когда он посреди Парижа ездит на джипе, а, естественно, Париж не может ввести, такой джип не помещается. И Путин, это дворцы и картины, а вокруг него та же самая свита, которую мы сегодня уже упоминали, играющая короля, по правилам, которые какие? Окей, ну вот у тебя тут статуй стоит какой-то, вот тут у тебя тут какая-то с веслом, а тут у тебя багратионовые флеши. Спроси у Путина, что такое флеши, он не ответит. Спроси у него, почему именно этот эпизод стал визуализирован, что произошло на багратионовых флешах, и почему это какая-то более значимая часть Баранинского сражения, чем, например, батарея Раевского. Ну, а откуда он знает? Ну, у него был зачет по истории, который ему автоматом поставили, потому что он уже тогда был чекистом, и его весь университет прокатили на красный диплом, просто потому что его биография была в тот момент решена. Они же не знают этого. И если по тем же самым полотнам спросить, Владимир Владимирович, а вот у вас тут такие шикарные потолком, я вам сейчас бинокль дам, вы через бинокль посмотрите. Скажите, почему вы выбрали эти полотна? Откуда он знает, что это за полотна он выбрал? А зачем вот эта у вас статуя стоит? Вот что вы хотели, когда в парке у себя ее ставили? Ну, и заодно 638 других статуй. Пожмет плечами. То же самое, как у Путина про аквадискотеку, ответа-то не будет. Но просто во времена, когда он еще был более-менее адекватен, в юности, и чего-то хотел, он запомнил, что его туда не пускали. Вот теперь он имеет аквадискотеку, до которой он никого не пускает. Ты знаешь, я все равно должен возвращаться к новостям. И вот, конечно, каждый день, каждый час обновляется информация, сколько людей погибло в Харькове при ударе вот по этому большому торговому центру. Уже 18 человек было последнее перед эфиром. И я долго думал, какой звук подложить под видео вот этих вот съемок камерами внутреннего наблюдения, когда один взрыв, второй, третий. Ну, и я выбрал, в общем, тоже из Марии Пепчих эпизод, где она, в общем, доказывает, что пытается достучаться, знаешь, до той части русского народа, которая говорит, все фейк, все вранье, и вы все подмонтировали, вы все нарисовали на компьютере. Не знаю, может быть, она зря пытается достучаться, все, но до них не достучишься. Но, да, посмотрим. И еще важная часть. После этого видео некоторые могут сказать, ну, а какие ваши доказательства? Вдруг это все-таки апарт-отель, вы не можете точно знать или вообще скажут, что это все выдумка и мультики. Мы точно что-то такое услышим, как минимум, от пропагандистов и прочих людей на зарплате у Кремля. Поэтому давайте по пунктам. Первое. Если это гостиница, то почему уже после окончания стройки, уже год, о ней нет нигде ни единого слова? Ротенберг четко говорит, что это бизнес, это привлекательный гостиничный комплекс, уникальный. Сюда можно будет приехать в 2023 году. Пройдет там полтора-два года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту. Вот, ты знаешь, я прямо сейчас смотрел это глазами украинцев, у которых вот творится, что убивают, взрывают ракеты каждый день, а тут, значит, мы слушаем Ротенберга, как он нам врет в лицо, и доказываем для тех, кто в России, знаешь, для тех, кто в танке. Зря может быть. В России и в любом обществе всегда есть люди, которые отрицают очевидное, потому что им так спокойнее, и заставят людей думать там, где они не хотят, не привыкли, не обучены, думать не получится. В школе Мария Ивановна бьется над двоечником Вовочка и пытается ему объяснить таблицу умножения, а Вовочка закрыт для этих знаний. Иногда в силу физиологии, иногда в силу отсутствия интереса, иногда в силу того, что его папа с утра поколотил за двойки предыдущего дня. Но так или иначе, Вовочка таблицу умножения к концу 10 класса не знает. И заставить этих людей быть другими не получится. И вообще в целом у пропаганды очень неблагодарна в этом отношении роль, потому что она пытается иногда даже рассказать какую-то истину. Пропагандой называется абсолютно все то, что тебе не нравится, и когда тебе тем более не нравится истина, ты говоришь, что конечно же она пропаганда. Что делать с людьми, которые не хотят, не будут, ни в коем случае никогда не прикоснуться к истинам? Ты с ними ничего не поделаешь. Но из этого не следует, что нужно опускать руки, потому что так или иначе, чем больше раз ты рассказал и показал, тем больше людей в какой-то момент на это обратили внимание, приняли это к сведению, не взяв даже на обдумывание, так или иначе, отметили про себя, ну по крайней мере, такое явление. И количество людей, вот оно собственно и характеризуется тем, как они относятся к информации, как оно делит общество на тех, кто государственник. И вот огромное количество людей становится начальниками, и по биографиям очень многих, у Шендеровича это хорошо описано, когда он, по-моему, это с Добродеевым было, когда у них были дружеские отношения, потом Добродеев стал уже большим начальником и обрел государственность во взорах и в суждениях, и в точках зрения. Шендерович сидел у него в кабинете, обсуждал какую-то программу, на что ему тот, уже будучи большим начальником, сказал, нет, это нельзя. Ну почему это же будет интересная программа, интересный сценарий, зритель будет с большим любопытством это смотреть, это очень умно получится. Нет, ты знаешь, мы не можем подобное себе позволить. Вот это вот мы, этот человек уже перекрывает информацию для всех остальных, потому что он озабочен интересами государства. Что такое интересы государства? Это то, что идет во вред людям. И это в том числе умысел определенных при должностях специальных людей, которые доросли до того, чтобы запрещать остальным. И мы занимаемся тем, что как раз пытаемся играть по правилам именно в негосударственном. Давайте никому ничего не запрещать, давайте давать им информацию. Но ты помнишь, тебя на журфаке учили одному очень ошибочному постулату. Репортер не должен никогда добавлять свое личное отношение, он должен предоставить информацию, а публика все поймет. Публика никогда ничего не поймет. И советская власть именно этим всю жизнь и пользовалась. Она всегда давала правильный ответ. Этот враг народа. А вот тот хороший человек. Всегда были ярлыки, всегда были оценки. И они требуются, потому что в сознании тех людей, которые не хотят думать, не хотят воспринимать, для них мир очень примитивен. Если им не дать правильный ответ, они не разберутся. И вот то, чем занимаешься ты, то, чем занимаемся мы, мы даем правильный ответ. Примут его или нет, очень многие не хотят его принимать. Но это правильный ответ. Без него вообще никак не получится. Потому что просто показать уничтожение высокоточным оружием обычного гражданского объекта. Он скажет, ну это все, журналисты купленные, эта информация подмонтирована, и вообще такого не было. Нет. Такое было. Тем более, это высокоточное оружие. Тот, кто прокладывал маршрут, целился именно в гипермаркет. Это не случайная баллистическая ракета, которая летела, на кого Бог пошлет, плюс-минус километр. Здесь, когда цель определяли для ракеты, точно, совершенно поставили точку координат именно этого гипермаркета. И люди, которые будут говорить, нет, это не так. Они, тем не менее, получают от тебя, от нас, от таких, как мы, правильный ответ. Это так. И здесь все равно происходит внутри соприкосновение двух взаимосключающих факторов в голове у этих людей. Они точно знают, что этого не может быть. И они смотрят картинку, в которой им не дают возможность остаться один на один со своим никогда не формируемым мнением. Им сразу говорят, вот это правда. Вот это на самом деле так. Вот это абсолютно гражданский объект. Это обычный мирный супермаркет, гипермаркет, в который точно, совершенно, нанеся на карту, поставили координаты в качестве цели для высокоточного оружия. Потому что задачей было убить именно этих людей в выходной день. Именно так и считает нужным страна-агрессор вести войну против своего соседа. Вот эти правильные ответы чрезвычайно важны. И принимаются они неохотно, потому что огромного количества людей они просто не нужны. Ты знаешь, Сереж, все-таки нам надо с тобой пару слов про Китай и про чего хочет Китай, потому что это вот три дня подряд сплошные спекуляции на эту тему, что Китай хочет заморозить конфликт. И типа Путин хочет заморозить или Путин не хочет заморозить. И я так устал эту брехню слушать, потому что мы прекрасно понимаем, что Путин сегодня хочет одно, завтра другое. И как бы заморозить конфликт, ну это что, вот он обстреливает Харьков, потому что так хочет заморозить конфликт. И я когда это все читаю, когда слушаю умных людей на эту тему, Ты знаешь, меня такое раздражение охватывает, что я думал, господи, а как выглядит, как Путин может заморозить конфликт? И ты знаешь, я подобрал несколько картиночек, которые, вот как может выглядеть замороженный конфликт, да, посмотрим. Вот он, наш любимый Путин, их любимый, да, вот он заглядывает в холодильник, нет ли там замороженного конфликта? Что-то замороженное там лежит, опа, и народ тоже заглядывает в этот холодильник, мы сейчас увидим, как народ тоже хочет, чтобы, опа, заморожен конфликт, можно уже отмечать замороженный конфликт. Вот, собственно говоря, вот это, на мой взгляд, то, как следует анализировать вот эти разговоры про то, что, так сказать, Китай хочет, чтобы эта война между Россией и Украиной продолжалась бесконечно, потому что это ослабляет Россию, и Россия у Китая в кармане, потому что, как бы, Китай там покупает все, что надо, и сбыт себе обеспечивает. И вот, понимаешь, это все настолько наивно, потому что Россия и так у Китая, я даже знаю, в кармане или не в кармане, оборот с Россией для Китая настолько невелик, да, нефть российскую или газ он покупает, а газ даже не хочет покупать, и мы знаем все, как Китай отбрекивается, говорит, да не надо России, мне строить новый газопровод, мне всего хватает, да. А китайские машины, как покупала Россия, так и будет покупать еще 10 лет после войны, потому что санкции никто не снимет, что, Сереж, я не знаю, вот как это коротко и ясно донести, чтобы народ перестал слушать всю эту бла-бла-бла про Китай. Почему-то всегда хочется как-то однозначно полагать, что все знают правильный ответ, в том числе Китай, то есть Китай стратегически давно уже решил, что именно он хочет в этой войне, что для него выгодно, что нет, это не так. У Китая нет друзей, у Китая нет врагов, у Китая есть интересы, эти интересы меняются в зависимости от конъюнктуры. Россия является фактором раздражения, который прилип к ноге, как репейник, довольно трудно отодрать, пользы особо не приносит, вреда тоже нет. Есть главная попытка разделить мир между Китаем и Америкой на зоны влияния, на экономические интересы. Россия здесь нужна обеим странам, и американцам, и китайцам, потому что Россию можно против Америки использовать, Россию можно использовать против Китая. Именно поэтому России не дают проиграть Украине, именно поэтому Украине не дают выиграть у России, потому что если Россия побеждает Украину, вернее, если Украина побеждает Россию, то не становится еще одного фактора раздражения такого серьезного, который можно попытаться нагадить либо американцам, либо китайцам. И китайцы, они с интересом смотрят к этой ситуации, китайцы прекрасно знают свою слабость, они прекрасно знают, что у них нет никаких вооруженных сил, они прекрасно знают, что у них экономика чрезвычайно уязвима и зависима именно от Америки. Но при этом у китайцев, у них все-таки в голове коммунистический дурман, у них коммунистическая партия, коммунистические лозунги и красные транспаранты на 1 мая. Потому что Китай, тем не менее, иногда, занимаясь какими-то довольно осмысленными вещами, автобестроение, космос, химическая промышленность и все остальное, они, тем не менее, ставят себе идиотские совершенно задачи, как их научил Мао Цзэдун. Когда зачем-то им нужен тот же самый Тайвань. Зачем вам нужен Тайвань? Ну, это старая политическая борьба, потому что был когда-то Гоминдан, сейчас уже никто не помнит, что это, никто не помнит, зачем это. Это практически как ирландская республиканская армия, которая воюет против Великобритании. Вы зачем эти 400 лет воюете? Вы что хотите-то? Уже все забыли, зачем они воюют. Но еще не так давно, пока исламисты не перехватили пальму первенства, ведь на весь мир гремела республиканская армия, которая ирландская, и которая что-то там такое взрывала. Даже фильмы про это снимали. Сейчас она где? Да сейчас уже никому не интересно, где она. А вы зачем все это делали? А мы уже сами забыли. И Китай в этом отношении, он не имеет правильного ответа. Он еще не решил, что ему делать. Но на сегодняшний день так получилось, что можно потихонечку продолжать торговать с Россией. Можно не то, чтобы ей помогать, но, по крайней мере, не закрываться от нее. Но за это, с другой стороны, может очень серьезно доказать Америка. Поэтому это опасно. И вот когда в том числе со стороны кажется, будто бы Китай это серьезные стратегические, и торговый партнер России это не так. Это Россия прибежала со своими челноками в Китай, попросила автомобили, попросила оборудование, попросила все остальные материалы. Это не китайские контракты, не китайские поставки. Самое главное, это не китайские деньги. В той же самой близкой мне и понятной автомобильной промышленности. Некоторые считают, что завод Хавал под Тулой это китайский завод. Нет. Китайский завод на всю промышленность только один. Фуяо глаз в Калуге, который делает автомобильные стекла. Все остальное это русский бизнес, это русские деньги, это русская заинтересованность, это русские контракты. Это русские прибежали в Китай и сказали, Китай, дай нам, пожалуйста, возможность собирать из твоих запчастей, мы купим все эти запчасти. На твоих станках мы купим все эти станки. Твои автомобили, которые будут у нас собираться, в том числе в Туле, которые будут собираться в Смоленске, Саранске, в остальных городах. Дай нам. Ну, всего-навсего, что произошло у Китая. У него чуть-чуть на полпроцента улучшился сбыт. Ему это неинтересно, потому что за свой счет Китай строит заводы в других странах. В первую очередь он пытается выплеснуться в Европу, и он потихонечку сейчас забирает под себя всю Южную Америку и всю Африку целиком. Вот там действительно у него есть интересы, там у него очень серьезные проблемы, потому что Америка тоже следит за этими регионами. Нам подсовывают Россию в качестве геополитического стратега и партнера, с которым Китай, конечно же, в каких-то отношениях. Не так это. Россия это маленькая заплатка, вокруг которой очень много внимания. Так получилось, что прожектор навели прямо на Россию и сказали, посмотрите, это та самая великая Россия. Для Китая это не так, для Америки это не так. Но раз пока Россия мутит в воду, это может помочь, если грамотно разыграть, то Китай, то Америки. Остается вот нынешняя конфигурация, которую внутри России интерпретирует как большую дружбу между странами. И некий гарантированный, готовый вариант поддержки со стороны Китая. Если на сегодняшний день Россия перестанет вообще существовать, и что бы то ни было потреблять китайское, Китай даже не заметит это. Потому что Китай, он сориентирован и экономически, и политически, и по, в том числе, своей сырьевой зависимости, не на Россию. Но почему бы не позлить Америку своими взаимоотношениями? А Путин с большим удовольствием всем предъявляет Си Цзиньпина и говорит, это наш геополитический друг. Для того, чтобы кто на нас с Васей, все понимали, что на них с Васей, пожалуй, лучше не надо, потому что Си Цзиньпин это сила. Это не сила, о чем Си тоже знает, но помалкивает, хотя понимает, что любые разведки мира знают, что армии у него никакой нет. У него есть вместо этого Голливуд, снимающий про него фильмы. Поэтому, когда в отношении Китая все однозначно знают правильный ответ, вы сильно ошибаетесь. Ну, Сереж, надо все-таки добавить, что Китай уже, по-моему, неделю ведет активные маневры вокруг Тайваня. Выводит там армады самолетов, кораблей всего на свете, демонстрирует вот эти учения все более активные. И такое количество выходит войск на учения, что, в общем, если вдруг они реально перейдут в реальную атаку, то, в общем, это будет даже трудно отличить от того накала учений, который сейчас есть. Это первое. Второе. Сегодня газета «Британская Телеграф» пишет, что Китай приготовил армаду паромов. А паромы типа и военные, и гражданские. И типа, что гражданские паромы там уже стали строить давным-давно такие, что они могут использоваться в военных целях. Я уж не знаю. То есть, так сказать, китайцы, кроме армий, еще и шахтеров-трактористов, что и туда будут на Тайвань заводить. Я не верю. Я считаю, это пиар. Я считаю, что это пиар. Но я хочу, так сказать, выразить свое мнение, что все люди, умные аналитики, которые нам рассказывают, что не исключено, что Китай нападет на Тайвань. Мне кажется, это либо полезные идиоты, либо все-таки люди, которые, ну, на один процент своей деятельности работают на Путина. Потому что Путину эта пугалка тоже нужна и выгодна. Политика именно на этом запугивании строится. Тем более, что Китай давно все свои паромы строит по тому же самому принципу, по которому сделаны большие десантные корабли. Собственно, одно и то же. Просто одно серого цвета, другое белого цвета. Но сейчас, когда такая армада там демонстрирует что-то вокруг Тайваня, это к разговору. У вас на стройке нечастные случаи были? Будут. Потому что, когда у тебя много китайцев суетиться рядышком, это значит, что они сейчас пару кораблей уже утопили. Просто мы об этом не знаем. У них несколько десятков самолетов уже вдребезги разбилось пополам. У них уже кого-то задавило танками. Ну, потому что китайцы, они на самом деле очень плохие вояки. Про китайцев вообще очень много сказок о том, какие они хорошие работники, о том, какие они великие мастера и о том, как они прекрасно осваивают профессию. Видел я этих китайцев. Не надо мне сказки рассказывать. Особенно я видел китайских солдат. Жалкое зрелище. Ну, их все равно много, поэтому, если надо, они задавят. Маневры эти у них входили в расписание давно. У них, в принципе, летом, когда в лагеря летние выезжает армия, у них начинается подобная движуха. Это в порядке вещей. У них там и танки ездят по всей стране, и к соседям заглядывают. И самолеты у них летают. Потом на зиму все это упаковывается обратно в коробку. И Китай не видно, не слышно. Не надо принимать обычный график деятельности коммунистической партии Китая за обострение какой бы то ни было эскалации, тем более геополитической атмосферы, обстановки, изгущение туч. Но Китай непонятен никому. Китайцы на мир смотрят совершенно по-другому. Китайцы, в принципе, другие люди. А Тайвань им нужен, конечно, как послесловие к их давней разборке, смысл, который они уже забыли. Но у них нет армии. У них есть большая китайская наглость и большая китайская пропаганда. И давай мы попрощаемся на снова видео, где Путин говорит, что это самая большая стройка. А Навальный показывает и рассказывает. Потому что Навальный мученик. Надо не уставать его, я считаю, показывать и напоминать людям. И я считаю, что в России будущего будет партия Навального. Может быть, сразу после Путина. А может быть, так сказать, еще через один цикл. И мы прощаемся с тобой до следующего понедельника и со зрителями тоже. Потому что после видео Навального вы нас уже не увидите. Пока. Всего хорошего. Это самая большая стройка в мире. Самый предметный и охраняемый объект в России без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин.